Беларусь-2 В Гомельском областном общественно-культурном центре чествовали учащихся, которые получили премию Гомельского областного исполнительного комитета. В Чечерском районе собрались школьники из шести районов области, а также регионов России и Латвии, чтобы принять участие в республиканской акции «Наши дети». На Гомельщине сделан очередной шаг по приближению отечественной медицины к европейским стандартам. В областной клинической больнице после масштабной реконструкции открыли операционный блок, оснащенный самым современным оборудованием. Как ожидается, теперь здесь будут оказывать квалифицированную помощь не только жителям Беларуси, но и пациентам из других стран. С новыми возможностями ознакомились наши корреспонденты. В администрации Гомельской областной клинической больницы говорят, что этот год для учреждения был успешным. Несколько месяцев назад открыли современное отделение хирургии позвоночника и отремонтировали несколько отделений детского корпуса. Сейчас вот этот операционный блок с оборудованием последнего поколения. Открытый операционный блок хоть и считается отремонтированным, но по сути это совершенно новое отделение. За 8 миллиардов бюджетных рублей приобрели оборудование, аналоги которому в Беларуси можно пересчитать по пальцам одной руки. Лапароскопическая стойка, например. До этого таких в республике было всего две. Те операции, которые мы проводим в брюшной полости, без скальпеля совершенно, без шовного материала, сокращаются после операционного периода, буквально после удаления желудочного пузыря. Больной может быть на следующий день выписан. Преимущество очевидное. То есть это сегодняшний день нашей хирургии. Раньше говорили большой хирург, большой разрез. Сейчас уже этот термин нашел в прошлое. Все работы по реконструкции провели всего за один год. Достаточно короткие сроки объясняется необходимостью оказания медицинской помощи на более высоком уровне. Сегодня вообще примерно каждая десятая операция, которая выполняется в Гомельской областной клинической больнице, относится к высокотехнологичным. Сейчас эта цифра может увеличиться. Тем более, что кроме оказания экстренной и плановой помощи жителям Беларуси, в Гомеле планируют более активно заниматься и экспортом медицинских услуг. А потому уже в день открытия нового операционного блока в администрации озвучивают планы по его дальнейшему оснащению оборудованием высшего класса. Есть планы развития доукомплектования еще операционного блока. Но пределу совершенства нет, поэтому будем внедрять еще новое оборудование в этот операционный блок. Сейчас база создана, поэтому есть куда внедряться. Представители белорусской энергетики отметили свой профессиональный праздник. Сегодня именно от их деятельности зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, школ, больниц, тепло и уют в домах, а в конечном счете качество жизни каждого человека. Что сегодня собой представляет РУП Гомель Энерго? С какими результатами и перспективами оно подошло к своему празднику в материале наших корреспондентов? Это главный диспетчерский пункт Гомельской энергосистемы, Центр оперативного управления. Подобных пунктов в Гомельской области насчитывается несколько. Отсюда сети расходятся на десятки тысяч километров. В целом в системе республиканского унитарного предприятия Гомель Энерго сегодня работает около 8,5 тысяч человек. Именно эти люди обеспечивают бесперебойное электро- и теплоснабжение всей Гомельской области. Вот в это здание я пришел в 1978 году инженером в эксплуатационную службу. Я работал несколько лет в электрических сетях, 15 лет я проработал в Центральной диспетчерской службе, ну и вот с 2002 года завеститель главного инженера. Гомельская теплоэлектроцентраль номер один была введена в эксплуатацию еще в 23-м году прошлого века. Сегодня же республиканское унитарное предприятие Гомель Энерго – это сложный технологический комплекс, включающий электростанции, котельные, трансформаторные подстанции. Продолжительность только тепловых сетей составляет почти 800 километров. Линии же электропередачи различной мощности распростерлись более чем на 30,5 тысяч километров. Развивалась не только Гомельская ТЭС, развивалась вся система. И вот за этот, в общем-то, в масштабах, скажем так, человеческой жизни, короткий промежуток, изменения настолько серьезные. Причем, скажем, не только в усложнении или изменении элементной базы, оборудовании, а профессиональные качества людей, точнее, образовательный уровень, профподготовка выросли настолько значительно, что я вот даже с трудом вспоминаю, как у нас справлялись люди со средним образованием, семью классами я вот встречал людей. Сегодня даже на рабочих должностях работают люди с высшим образованием. К своему профессиональному празднику Гомель Энерго подошло с достойными результатами. За последний год были выполнены все основные показатели. Коллектив сработал без сбоев. Кроме того, подходит к концу реконструкция Гомельской ТЭЦ номер один. Это серьезный объект, как в финансовом, так и в техническом плане. Введение его в эксплуатацию позволит значительно повысить экономичность энергоиспользования. В Гомельском областном общественно-культурном центре чествовали учащихся, которые получили премию Гомельского областного исполнительного комитета. Заслуженные награды победителям вручил председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. В церемонии приняли участие 50 воспитанников учреждений общего, среднего и профессионально-технического образования из всех районов области и города Гомеля. Это обязательное требование. Талантливая молодежь есть в каждом регионе. К примеру, Александр Игнатовский является одним из одаренных перспективных молодых людей в своих родных лельщицах. Я общественный деятель лельщицкого района. Я состою в областном совете старшеклассников, совет лидеров ученического самоуправления. Я также награжден за успех на областной олимпиаде по русскому языку, диплом третьей степени. Поддержка талантливой молодежи – одно из приоритетных направлений государственной политики. Премии присуждаются по нескольким номинациям. Это не только сфера образования, но и культура, спорт, общественная деятельность. Из 80 заявок удовлетворяется только 50 – лучшие из лучших. Победители республиканских олимпиад, областных олимпиад, участники международных олимпиад – это талантливые дети, которые заслужили такое внимание со стороны власти. И каждый год сумма определенная выделяется для вручения этих премий. В этом году более 100 миллионов рублей выделены с областного бюджета. При Гомельском областном исполнительном комитете создана специальная комиссия, которая принимает предложения от каждого района области. На основании этого определяются победители. За 17 лет существования государственной премии по поддержке талантливой молодежи было награждено свыше 800 подростков Гомельщины. Еще пять литераторов в Гомельской области стали лауреатами премии имени Кирилла Туровского. Церемония вручения соответствующих удостоверений прошла в областной универсальной библиотеке. На церемонии побывали и наши корреспонденты. «Слива» — это творческий псевдоним гомельского писателя Михаила Ковалева. В этом году с книгой юмора не надо волноваться. Он стал одним из лауреатов премии областного исполнительного комитета имени Кирилла Туровского. В общем, в этом году на конкурс было подано 70 рукописей. Для сравнения, в прошлом году 42. В 2013-м первый год проведения конкурса — 37. Члены жюри отмечают. К сожалению, у некоторых молодых авторов не хватило способностей, чтобы написать произведения, интересные для самого широкого круга читателей. Но и при этом сделать выбор было непросто. Алексей Бычков все трудности преодолел. Его «Любовь на расстоянии звезд» написана по мотивам исторического романа Михаила Рассолова «Канцлер румянцев-гомельский». Правда, это пьеса, ориентированная в том числе и на сценическую постановку. Это не инсценировка романа, а это оригинальная пьеса. Потому что мною придуманы и персонажи, введены новые, которых нет в романе. Ну и... Да и сюжет, собственно, уже развивается под конец, расходится с тем, что Михаил Михайлович Рассолов писал в своем романе. По большому счету, присуждение литературной премии Гомельского облсполкома – это продолжение традиций еще с советских времен, когда государство поддерживало талантливых писателей и поэтов. Главные требования к художественным произведениям, которые представляются на литературный конкурс имени Кирилла Туровского, они должны рассказывать о родном крае, его традициях и культуре, а также о знаменитых людях Гомельской области. Рукописи, которые признаются лучшими, издаются отдельными книгами, правда, не очень большими тиражами. Но это вовсе не означает, что читатели с ними никогда не ознакомятся. Работники библиотек подчеркивают, печатные издания сегодня по-прежнему остаются востребованными. Но есть и другие возможности ознакомиться с написанным. Главное, чтобы читали. Берут и аудиокнигу тоже, но это же не значит, что ее не читают совсем. Независимо от того, в каком виде формате читают, главное, что ее читают. Если есть какая-то искра божья, скажем так, то человек пробьется. Всего несколько дней осталось до самого любимого праздника белорусов – Нового года. Утренники и благотворительные акции, концерты и развлекательные мероприятия. В эти дни сказка приходит каждому. Республиканская акция «Наши дети» на Гомельщине приобрела международный характер. В Чечерском районе собрались школьники из шести районов области, а также регионов России и Латвии. С какими надеждами приехали на праздник его участники, поинтересовались наши корреспонденты. Своей малой родиной жители деревни Несимковичи Чечерского района гордятся. Именно здесь, кстати, родились братья Люзюковы, которые во время Великой Отечественной стали героями Советского Союза. Их отец несколько лет возглавлял местную школу. То здание, правда, не сохранилось, но традиции гостеприимства в деревне поддерживаются и сегодня. Гостей встречают из шести районов Гомельской области, а также Красногорского района России и Красловского края Латвии. В связи с чем название республиканской акции «Наши дети» приобрело новое звучание. Прежде всего, это миротворческая работа, потому что сегодня в мире несколько неспокойно. Так вот, именно через детей мы будем укреплять и расширять дружбу, но прежде всего между молодым поколением. Делегация Красловского края Латвийской республики участие в акции «Наши дети» принимает впервые. Говорят, что всегда дружили с соседями белорусами и в свое время даже принимали участие в совместных праздниках у монумента дружбы. А потому и приглашение на Гомельщину восприняли с радостью и быстро оформили все необходимые для поездки документы. На елку привезли песню про Рождество. Причем исполняют ее дети, которые неплохо знают белорусскую культуру. Во-первых, было предложено деткам, которые изучают белорусскую культуру. У нас есть школы национальных меньшинств, которые изучают разные культуры, в том числе белорусскую. Было много желающих, но возможности транспорта ограничены. Во время проведения акции белорусы также познакомили гостей со своей культурой, для чего организовали экскурсию в Школьный краеведческий музей. В экспозиции вещи, которыми некогда пользовались предки современных молодых несимковичан. Представители Красногорского района Брянской области России говорят, что некоторые из таких экспонатов видели у себя на родине. До границы с Российской Федерацией от несимковичей всего около 40 километров, а потому у соседей действительно много общего. Молодые россияне и на акцию «Наши дети» приехали прежде всего, как на встречу с друзьями. Кстати, в составе российской делегации в основном дети из малообеспеченных или многодетных семей. Когда побываешь здесь, во всяком случае, на день точно забываешь о всех проблемах. И заряжайся вот этой вот теплом, вот этой любовью, вот этой вот желанием дружить и сделать другого человека счастливым. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok